Добрый день, дорогие мои! Мы снова на реконструкции, или чего тут производят наши набережные. Так, в программе, в планах записано. И здесь следующие работы. Гравий, который до этого весь уложили и трамбовали. Помните, я вам показывал машиной такой, трамбовали. И я говорил, ну что они делают? Они трамбуют водоносную почву, и это кончится для источников плохо. Нет, ничего, мы потрамбуем и бросим. Теперь вся эта работа оказалась напрасной. То есть трамбовали-то они всё зря. И теперь по новой начали укладывать эту дорожку. Теперь снижу песок. В общем-то, ничего особого нового. Просто это разные технологии создания этой дорожки. Если дорожка, которая начинается с гравия, потом опять вот эта ткань, потом песок, потом ткань, потом песок с цементом, с бетоном, то она начиналась именно с гравия. Видимо, так и хотели поначалу сделать. Поскольку я спрашивал, говорю, а что? А он говорит, под камнями-то будет, а он говорит, будет песок с цементом. Я говорю, как? Это же бетон. У вас же будет просто здесь протока. Ну, видимо, решили сделать по-другому. Будет песок, подстилка, гравий, подстилка, песок и на него уже камень. Надеюсь, оставили всё ещё камень дорогой. Вот, как они мечтали. Но это на самом деле удешевляет очень работу, поскольку вот тот верхний слой с цементом, если бы клали с песком, он гораздо дороже. Ну, здесь ребята решили, что они сделают немножечко подешевле. Но нас с вами, конечно, интересует прежде всего наша главная ценность. Это источник и вода. С Александром мы дошли до того, что не надо вокруг источника делать, тем более трамбовать. Ведь это вот постелили, сейчас затрамбуют. Но, может быть, не будут поставить на него домик. Но домик будет маленький. Два на два. Вот эти стоят, два на два. Будет домик маленький. Но если затрамбует, то вообще капец источнику. Как, в принципе, и сейчас. Я не вижу особых у него желаний течь. Сейчас посмотрим. Вот, если застревает здесь, он немножко поднимается и немножко течет. Сейчас вот стечет и опять перестанет. Да, это вот накопилось из-за запруды. Такая, сильный проток. Но интересно следующее. Конечно, я вот вам говорил, что источники начинают лучше течь, когда поднимается давление. Оно сегодня просто невероятное. Сегодня 766 миллиметров ртутного столба. Я такого давления давным-давно и не видывал. У меня лично вот у матушки голова заболела. Ах, слушайте, я что-то в шлеме так и хожу. Да. Давайте привычную одену вам шапочку. Да и мне сразу полегче стало. Ездил сегодня, снимал на речку. Там большой разговор. Так, у меня тут еще и микрофон прижатый. Ну, вот так будет лучше. Так вот, при высоком давлении действительно источники текут лучше. Потому что получается, что немножечко давит на них атмосфера. Ну, и как во всех бывает, если надавить на сосуды, если они мягкие, а у нас земля мягкий сосуд, то начинается лучшее течение. Но на самом деле не все так просто. Потому что эта версия всегда была у науки. Но в XIX веке родился в 1885 году Виктор Штаутенберг. Давайте Виктор просто назову. Причем родился он 25 сентября. Это вчера было. Сегодня 26. И он открыл очень интересные явления в воде. Всю жизнь он посвятил изучению воды. И столько интересных открытий сделать, которыми мы пользуемся. В том числе видели вот такие яйцеобразные. У самолетов, у двигателей, или на турбинах, гидростанций, окончания. Да и вообще носы у всех самолетов яйцеобразные. Когда они острые, то там немножечко другая система. Там другие крылья, которые что создают. Оказывается, все самолеты держат завихрение. Завихрение. И вот Виктор Штаутенберг, изучив эти завихрения, изучив, как они происходят в воде и в воздухе, и предложил вот эти все свои открытия для того, чтобы создавать двигатели, для того, чтобы создавать в том числе космические корабли. И когда мы слышим, что наши двигатели или корабли изобрели Королёв, Глушко двигатели и все остальное, то надо сказать, что они как раз открытиями Штаутенберга и пользовались. Поскольку завихрения, которые он предложил делать, они и ведут этот корабль в космос, или дают возможность летать этому самолету. Его держат не двигатель, его держат завихрение. И дают возможность левитации так называемой. То есть такая левитация он наблюдал у камней в речках горных, где они всплывали, даже большие камни, в определенное время. И у рыб, которые вы тоже знаете, как стоят в бурной реке, ничего не двигая, а их не смывает. Вот такие, как форель, там ещё такие рыбы. Так вот это всё изученное им дало нам возможность сделать очень много открытий, изобретений и всё остального. Но он-то считал, что он может заменить энергию атома, разрушительную энергию атома, на энергию, добытую из воды, просто из того, как она течёт, как завихряется. Причём опыты он сделал, они были успешными, даже зарегистрированы, что да, это можно сделать. И там при затратах практически в нуль, то есть полкиловатта, можно добывать 4000 киловатт в час. 4 киловатта в час. В минуту, что я говорю, в минуту. То есть немыслимой может быть мощность этой энергии, если правильно использовать воды. Но одно из главных его открытий, замечательных открытий, это то, что родники вот эти двигаются не с помощью того, что они просто откуда-то текут, не с помощью того, что это течение сверху идёт вниз, а чаще всего они двигаются от разности температур и под влиянием того же самого, как мы в школе изучаем, капиллярного воздействия на воду. То есть вот деревья же, они же не сосут никакой воды. У них нет никаких насосов. У них есть испарение, которое через листы происходит. И освобождение этих клеточек от воды ведёт к тому, что к ним, помните, с помощью капилляров поднимается вода снизу. И представляете, вот это дерево в день должно, по-моему, 700 литров воды. Ну, когда жарко, когда лето прокачивать. Может, ошибаюсь, давайте не факт, что это так, но много воды прокачивает без всякого этого. А как она поднимается? Туда вот на высоту до 45 метров тополя растут. Этот тополь примерно 35, наверное, метров высотой. А вот так и поднимается с помощью воды, то есть с помощью капилляров и с помощью разницы температур. То есть вот то, что у нас хорошая холодная вода, эта вода, потому сюда и поднялась, что она холодная. Как только нагреется вокруг неё, вот нагреется почва, она сама нагреется, она начнёт ухудшать своё состояние, перестанет вытекать. Он называл это смертью воды, что она сначала становится ленивая, потом умирает. И эта вода, так называемая тухлая вода, она, конечно, уже даже не пользы, ничего человеку не приносит. И поэтому человек, осознавая, что вода разная в реке, где она в основном собрала, ну тоже из источников, ну плюс поверхностные воды, и в роднике, сохранял родник очень тщательно. Больше того, чего они раскричались, это им... Им я не нравлюсь. Я не нравлюсь. Нет, их не успокоишь. Так вот, я здесь взял список традиционных ценностей, которые у нас сейчас собираются, а в России с 22-го года, все регионы, все, значит, города должны сдать списки, что же у них такое есть традиционное, что нужно сохранять. Но у нас, я вам скажу, что есть очень интересные традиционные ценности. Ну, например, эта вышивка, которую почему-то называют городецкая, хотя она точно вышивка по льну, родилась в пистяках. Ну, может, в Нижнем Ландихе еще так можно так сказать, потому что графина Панина привезла из Италии такую вышивку по шелку, а стали делать по льну. Это пистяковская вышивка, ее надо, конечно, подавать, как особой традиции, традиционная ценность. У нас невероятные наличники. Я вам уже не раз рассказывал, показывал. Это тоже очень традиционная ценность, ее тоже надо сберегать. У нас есть ряд выражений интересных, но это фольклор, это уже диалекты, их тоже, конечно, надо записывать и сохранять, и все остальное. Но несколько регионов написали, что у них в традицию входит сохранение источников. Сохранение источников. И представляете, это внесено теперь как традиция русского народа, традиции России. Поэтому, если кто-то думает, что я тут занимаюсь ерундой, сохраняя какие-то источники, которые не так уж много воды дает, у нас есть водопровод, я вам скажу так. Нет, я сохраняю традиции. Точно так же, как пытаются сохранить там костюмы, это тоже очень большая, песни. У нас тоже очень хорошие традиции, тем более у Нижнего Ландиха сохранились свои песни. Так точно так же, такой традицией для России теперь является сохранение источников. Сохранение любого. То, что они не обозначаются как питьевые, вы сами знаете почему. То есть не хочет администрации за них отвечать, что-то тут вокруг них делать. Ну, это такая проблема сейчас всех администраций. Но зачем их сохранять? А вот Виктор Штаутенберг как раз объяснил, в чём разница этой воды. Он делал химические опыты, я-то видел эти опыты на более высоком уровне, где эту воду изучали. Уже помните, по методу как метеокаков, когда помните его, этой историей, что там по-разному замерзает вода, если её оскорбить или это. Нет, она оказывается по-разному замерзает, если у неё разные минеральные составляющие, если она не поломанная, эта вода, то есть молекулы там не продавлены через супер, какие-то фильтры и так далее, там подобное. Так вот Виктор Штаутенберг утверждал, что вот в источниках самая сильная и полезная вода, поскольку она набрала такую силу и такую энергию, которая позволяет ей подняться из глубин вот по этим очень тоненьким капиллярам, которые создаются в песчаной среде. То есть в песчаной среде такие же пространства, как в дереве создаются, и они втягивают эту воду, но главным образом в ней появляется некая особая энергия и в ней появляется особая сила. И поэтому он эту воду, которую в источниках называл «зрелая вода», назвал «зрелая вода», и она гораздо полезнее, чем вода, которая в водопроводе течет, ну или в других каких-то местах. Поэтому вот мы с матушкой имеем такую, можно так сказать, привычку, что хотя у нас есть неплохая вода из нашего водопровода, но она поднимается насосом, что, в общем-то, говорил Виктор не очень хорошо. Правда, она у нас и поднимается из того же слоя, к которому у нас источник. Казалось бы, та же самая, но тем не менее мы время от времени наливаем графинчик из источника, который у нас есть, или я привожу из Луканинского источника. Там ведь тоже вот родничками собирается вот к этому месту, и она «зрелая вода». она «зрелая», она «настоящая», она дает настоящую пользу организму. Поэтому время от времени вы вот сюда приходите, берите, ну хотя бы раз в неделю, вот несколько литров воды, чтобы их попить. Вообще, главный гематолог России, мой друг в свое время, главный педиатр России, Александр Григорьевич Румянцев, говорил, что нужно 200 грамм такой воды в день. 200 грамм. Она называется мицеллярная, она входит в клетку, и она достаточна для питания клетки. Вся остальная вода у нас является транспортной. Значит, в основном она приносит вещества, уносит вещества, продвигает пищу, продвигает то, что из этой пищи организуется и так далее. Она участвует в семи различных процессах в нашем организме. А настоящая питьевая, мицеллярная вода, ее нужно только 200 грамм. И она получается после переработки либо почками всех тех напитков, которые вы пьете, почки страдают от всех этих ваших Кока-Кол, Джейс Эвонов и всех остальных, которые надо сначала вычистить, а тогда они уже будут полезные. Вот. Но еще проще просто взять этой вот настоящей зрелой воды в таком источнике на неделю несколько литров и каждый день с утра 200 грамм выпивать. Только не держите в пластике. То есть получили, принесли в пластике, перелейте в стекло, потому что пластик потихонечку испаряется, а в воду растворяется, и там уже свои другие химические происходят проблемы. Вот такой мой вам рассказ про воду. Мы его, конечно, дальше продолжим, но я еще раз тогда, тем, кто считает, что он у нас сохраняет здесь природу, культуру и традиции поютки, так интересно балуются. Вот они так сейчас по озеру летают, что, кстати, достаточно странно. То есть так утки передвигаются, когда у них во время лета происходит замена перьев, ведь они какое-то время летать не могут. И вот они так бегают над этой водой, быстренько передвигаясь или ныряют. почему они сейчас бегают, то есть как будто у них второе получается смена идет пера. Все, на этом разговор заканчиваю. На этом еще раз удивлюсь тому, что здесь происходит. к большому сожалению, я вижу, что здесь идут по пути ступенек, выкопав вот здесь яму. И поэтому в эту яму будет стекать вся вода с этих ступенек. И сами понимаете, куда эта вода дальше пойдет. Здоровья всем, радости, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok